Девушки отдыхают Давайте зайдем к нему, посмотрим хотя бы как у него дела Где-то в этих килях он живет Ганс, ты как? Вы нездоровый, вам надо лечиться Я, я должен найти Сибирию, Кейт Я ведь уже говорила, что намерена составить вам компанию Ну, конечно, ему не имется Все-таки охота, наконец-таки, раз в жизни сделать то, что хочешь А не то, что ты должен сделать Вы здесь, чтобы вылечиться? У нас нет времени, Кейт Мы должны, должны искать Сибирию Успокойтесь, Ганс Нет Так, дело плохо Ганс, мы в монастыре, помните? В Владилене сейчас 15 минут 8 утра Отец всегда пунктуален Он никогда не остается дома Отправляется на фабрику Запирается в кабинете и... Нет, Ганс, мы в Романовске В Владилене далеко отсюда А здесь о вас позаботиться Алексей, надо найти Алексея Туканова Алексея Туканова? Он жил среди юколов Он может помочь мне Все-таки Ганс уже был в этом монастыре И наверняка познакомился с многими монахами Так, брат Алексей Кто такой Алексей? Старый монах и мой друг Он знаком с медициной юколов Понятно Значит, все-таки и монахи, некоторые побывали у юколов Так, а задача? Зачем мне искать этого Алексея? Алексей может вылечить меня Ганс, будьте же благоразумны Никто не поможет вам лучше настоятеля монастыря Алексей знает, как лечат юколы А настоятель просто старый болван Понятно Ну, я сразу заметил то, что настоятель Он какой-то не такой, да, не так себя ведет Да и как и половина здесь всех монахов Они какие-то странные Вы думаете, этот монах может вас вылечить? Алексей знает, как лечат шаманы юколов А мне могут помочь только шаманы Так, а что насчет юколов тогда? Похоже, вы высоко цените юкольскую медицину Шаманы юколов, прекрасные врачи Все это просто выдумки, Ганс И вам это известно Юколы много знают, Кейт Очень много Я скоро вернусь Хорошо Ну, кстати, такие племена Они действительно очень эффективно лечили Своими травами, там, обрядами Даже и по сей день Многое традиционная медицина лучше, чем наша Так, ух ты Тебя тут неплохо кормят И яблоки, и сыр вроде Ну, Кейт, ты тоже, надеюсь, не заболела случайно То двоих, конечно, будет тяжело спасать Так, кто там подслушивает? Я прям чувствую Старый наш знакомый Да, вообще не палится Эй, какого черта? А вы любитель подслушивать? Подслушивать грех Я просто вытираю пыль И все Конечно, конечно Так, что ты насчет Ганса знаешь? Я сейчас говорила с Гансом И о чем же он Хе-хе-хе Поведал? Об одном здешнем монахе По имени Алексей О-о-о Время безжалостно К смертным Хе-хе-хе Брат Алексей Покинул этот грешный мир Ну вот, как всегда Может быть, вы знаете этого Алексея? Нет, нет Все критяне-лжецы, знаете ли Хе-хе-хе Да ладно Критяне? Вы наверняка знаете, где он Хе-хе-хе Смерть есть последний предел Вот так-то Нет, ну я понял Он умер, да? Стой, я еще О стольком тебе не расспросил? Погоди Ну ладно Что он нам отдал? Какое-то письмо и Некая стеклянная Форма Так, а, кстати Давайте лучше выйдем И прочитаем через документы А то Формочка мешает Так, да, вот так вот Нет, нет, посмотрите Дорогая сестра Вот что тебе может помочь На разгадку Укажет глаз мамонта Значит, эта стекляшка Это у нас некий глаз мамонта Да? Хм, кстати Мы уже видели такое изображение Не раз Как раз его рисовал Ганс То есть Фактически, да Это Рисовали вот так вот Юколы мамонтов Все это представляли Так Тогда давайте Зайдем к настоятелю монастыря Он просил нас зайти Чтобы поговорить О лечении Ганса Возможно Еще не все так плохо И можно что-то сделать Погодите-ка Это что? Надеюсь Нас не будут заставлять Здесь убираться Как-то отрабатывать То, что Монахи помогают Гансу И здесь нас кормят И приютили немножечко Но я сомневаюсь То, что они за просто так Будут работать Хотя деньги, по-моему На этот раз у нас есть Я надеюсь, то, что Кейт Взяла на этот раз деньги Так, а где у нас был Вроде там В той стороне Потом зайдем На кладбище Наверняка там похоронен У нас Алексий Туканов Слава богу Нас хотя бы отсюда Не выгнали Ладно, еще Ганса Да, приютили Я думал Нас сразу отсюда Выгонят Как к женщину Но, тем не менее Более-менее Обошлись к нам И даже разрешают Входить В саму церковь Так, что-то интересно Все равно Потрясающая работа Действительно Фрески, наверное Очень древние Ну-ка Ну-ка Уберем Эту пыль Времен Берем Эту пыль Времен Так А мне кажется Здесь грязно Но, знаете Щеткой чистить фреску Это, ну Как минимум Странно Я думаю Все реставраторы В шоке просто Сейчас Кейт Ты что наделала Этой фрески Господи Да ей Ведь сотни лет Ты стерла Половину фрески О боже Ну ладно Ладно Я промолчу По крайней мере Мы нашли некую подсказку Какой-то символ Так Его стоит Не сразу Друзья Зарисовать То есть Есть некие Так Белые точки Две точки Обычные Потом идут Две белые точки Потом Снова Три Потом Две белые И две черные Крест у нас Находятся Вот так вот Угу Так Все отлично Зарисовал Нет Ну просто Я в шоке От того Что делает Кейт Здравствуйте Здравствуй Чады А что там с Гансом Вы правда Не можете Помочь Гансу Господь Уже назначил Ему жребий Будем уповать На его великую милость Да простит Грешника Но Гансу Не в чем кается Недуг Заставил его Говорить Но это Неправедные Речи Совсем Совсем Неправедные У него Лихорадка Так-то Он бредит Ганс Форальберг Хороший Человек В бреду Он изрыгает Сплошь Богомерзкие Сатанинские Языческие Речи Молись Женщина Чтобы не был Он ввешен В озеро Огненное И серное Да вы Ненормальный Вы же фанатик Я поговорю С ним Слышите Ну понятно Ну в общем Такова религия Я говорила С Гансом И что Ему лучше Это ненадолго Увы Не первый раз Я вижу Как бренная Плоть Тщится Избежать Жребия Своего Он сказал Его может Вылечить Один монах И кто Се Инок Врачеватель Этот монах Много лет Жил У Юколов Есть такой Загадочный Северный Народ Да Воистину Не дух Его тяжек А разум Слаб У меня такое ощущение То что этого брак Это Алексия Выгнали вообще Из монастыря После того как он Все таки покинул монастырь И стал жить у Юколов Господин настоятель Вы знаете Некоего Алексея Туканова Еретик И богомерзкий обманщик Не стоит упоминать его Почему я так и думал Кажется Ганс Форальберг О нем Очень высокого мнения Твой друг Должно быть Скорбен главою Но все равно Можно мне с ним встретиться Нет Алексей Туканов Нас оставил Давно оставил Мисс Уолкер Хм Какая-то здесь Темная история Со смертью этого брата Простите Что я вам надоедаю Но где сейчас Алексей Туканов Он умер Упокой Господи Душу грешную Усопшего Рова твоего Ибо грехам Его Не было числа Ясно Возможно даже Они его И Порешили Нам непременно Непременно Надо двигаться дальше Оставь эти мысли Чадо Больной Слаб И немощен Мечта Ганса Форальберга Осуществится Слышите? Тому не суждено быть Скоро он покинет Земную Юдоль А ты смирись И терпи Господи Как это все Ганс часто рассказывал Про загадочный Северный народ Про Юколов Проклятое племя Слуги Дьявола Ибо чтут Идолов И склоняются Перед бесами А спасителя Отвергают Ганс долго Жил у них Его там Очень полюбили Чада Не поддавайся На соблазны Идолопоклонников Они Они только одного Хотят со своим Первобытно Общинным строем Проводить все дни В похоти И праздности Аки скоты Не забывай Кто отступится От господа Обречен На вечную муку Ладно Все что нужно Я узнала Счастливо Оставаться Иди Чада Только подумай Не пожнешь ли ты Позже терний Да 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 Конечно конечно Как то мне трудно Представить Юколов Которые Празднуют И совокупляются Что то как то Это не про них Ладно От него явно Никакого толку нет И лечить Ганса Он не собирается Да все В руках господа Ну и бред Никогда не считал Церковь Нечто Действительно Хорошим Особенно Таку Где Правит Фанатик Тогда нам Придется Разыскать Самим А ну конечно же Как же мы разыщем Он же мертв Все таки Тогда придется Найти нам Лекарство Опять же Возможно Алексей Оставил Какие то заметки Можем попробовать Сходить на кладбище Либо же Сходить Вот сюда Давайте сходим На кладбище На всякий случай Посмотрим Есть ли там Что нибудь полезное Да А вот его могила Алексей Туканов Вся заросла Явно никто не ухаживает 1895 По 1996 Вы посмотрите Он прожил 101 год И нечто По-латински Написано Это еще что Ну по-латински Мы читать не умеем Хотя Умеет наш Старый друг Монах Так А может быть Нам поможет Могильщик Добрый день По-моему Зачем она То же самое сказала От этого гроба Просто мороз По коже Или Ты тут тоже Решил убраться А тут Не самый Плавный Спуск Но на санях Пожалуй Можно съехать И кто Такую дырень Только проделал Вам Я понимаю Раньше В древние времена Возможно Когда-то Осаждали Крепости Но Сейчас то Что с этой стеной Не так На санях Я представляю Тут высота Такая нехилая Когда мы поднимались Я то видел Так что Кейт Не надо Так говорить Тогда зайдем сюда У нас в принципе Особого выбора Та и нет Неплохо Это некая Библиотека Получается Здесь явно Должны быть Заметки Так А это у нас Да То чем зажигают Свечи Но так как мы нашли Уже подсказку На этой фреске Поэтому Здесь довольно Будет просто Разобраться Так Что я зарисовал Получается То что Кружки Светлые Это те Факела Которые Стоит зажечь То есть Крест Находится Здесь Поэтому Скорее всего Этот первым Зажигаем Но по-моему Порядок здесь Не важен Совершенно Да и как я Определить смогу Порядок Нет А потом Наверное Начнем Вот с этих Эти две мы пропускаем Тут у нас темные точки стоят Эти пытаемся зажечь Ну всегда Знаете В таких огромных библиотеках Какие-то секреты скрыты Неудивительно Особенно в таких старинных Куча Потайных проходов Секретных мест Так И с той стороны Фактически так же Вот эти две зажигаем Наверное Эта штука тяжелая Я думал Это то чем поджигает Но нет Это как бы Здесь какая-то Автоматическая система Знаете То есть Мы всего лишь Опускаем вниз И Свечка автоматически Зажигается Может быть Не знаю На каком-то масле Особенно Работает Да Отлично На самой верхушке Что-то открылось Так А где я? А Да Сюда Какой вид Наверняка Монахи Наблюдают Здесь За всем городом Нет Стойте Куда Я хочу еще Посмотреть Хотя бы А можно Не выходить Я просто хочу Внимательнее Рассмотреть Да То есть Здесь у нас Живут эти двое Идиотов Станция Наш поезд Очень небольшое Поселение Кстати Вот здесь Вот что за домик Так Давайте Тогда попробуем Что-ли Поиграться С этой Вещицей У нас Как раз Есть Некое Стекло С мамонтом А наверное Мы его Применить Не сможем Хотя Стоило бы А Только Давайте Вот так Вот Да Как раз Подходит Мне казалось Что оно Гораздо Меньше По размеру Видимо Здесь Не такая Большая Дырка Стекло Стоит Единственное Что нам Осталось Как-то Определенным Образом Сфокусировать Свет Для этого У нас Есть панельки На панельках У нас Нарисованы Различные Вот Световые Наклонности То есть По-моему Вот здесь У нас Полностью Должно Отключать Свет А А Активировать Я еще раз Не могу То есть Нужен Определенный Какой-то Порядок Здесь У нас Половину Закрывает Здесь Нижнюю Половину Закрывает Здесь Полностью Видимо Включает Свет Ну Как-то Так То есть По идее Здесь Нажимаешь И что-то Должно Меняться А только Потом Возвращаешься В это Меню Так А здесь Света Нам конечно Бы не помешала Немножечко Хотя нет Светло Куча Древних Манускриптов Как же Хотелось Бы здесь Порыться Во всем Это Так Нам нужно Что-то Определенное Что-то Вроде Этой Книжки Алексий Туканов Записки Зарисовки С Крайнего Севера Слушайте Как классно Сделан Журнал 15 апреля 1947 Года Я уложил Сани Провизию И пожитки Покинул Стены Романовского Монастыря Впереди Меня ждал Север И таинственные Народы Населяющие Обширные Пустынные Районы Сибирской Тайги Отец Настоятель Возложил На меня Миссию Обращать Христианство Языческие Племена Среди Которых в Романсбурге, ну, это Романовск только якобы по-английски, я не нашел собак. Пришлось удовольствоваться Юки, которых я купил у местного охотника. Кстати, про Юки мы уже слышали. Нам о нем Малька рассказывала. И, кстати, даже видели. Да, друзья, это та самая милая собачка, которую мы освободили. Не знаю, что там с ней произошло. Наверняка я ее обратно поймал, а может быть, даже и не поймал. Этот карлик пингвинта, который Юки наполовину собаки, наполовину тюлени. Они обитают на берегах рек, и их прожорливость делает их легкой добычей для охотников. Зимой, основа рационная, Юки составляет оранжевый лосось. За эту добычу им приходится конкурировать с лютым сибирским медведем, весьма охотчим до рыбы. Сибирский медведь Юки, то есть такой милашка, и сибирский медведь. И они конкурируют между собой. Кстати, а Юки существуют вообще. Я вот как-то хотел проверить, действительно ли есть такое вот существо, вроде собаки и белого медведя. Ну вот, сколько смотрел там различные программы, а животных никогда не встречал. Юки. Ручные Юки довольно ласковые, но весьма прихотливые животные. Они поддаются дрессировке, и только если по какой-то причине невозможно использовать собак, запрягают Юки. Однако некоторые северные народы, похоже, обладают секретом их приручения. А потому Юки являются неотъемлемой частью их жизнедеятельности. Милашки, вообще. Как их можно запрягать, скажите мне. Из всех народов, населяющих эти богом забытые места, наиболее интересными показались мне Юколы. Возможно, именно поэтому я стремился в те края, где их можно было встретить. Вероятнее всего. Больше похоже на каких-то карликов, знаете. Погребальная маска Юколов. Ничего не напоминает, кстати? Вы подумайте, кстати, чье лицо это вам может напомнить. символизирует посланника душ, который сопровождает умершего в мир иной. Юколы страшатся его. Путешествие было долгим и опасным. Только 27 октября 1947 года я впервые повстречал Юколов. Многие месяцы я жил среди них. Постепенно я узнавал их и начинал понимать, что они за люди. И вскоре я отказался от намерения обратить это племя в свою веру. Вместо этого я занялся изучением их культуры и быта. Понятно, значит, вот зачем его выгнали. За то, что он все-таки решил не обращать племя Юколов в свою веру, а сам поддался этому влиянию и решил их изучать. О Юколах известно ничтожно мало. Гораздо меньше, чем о любых других обитателях Крайнего Севера. Они живут на самой оконечности тундры. Из-за удаленности сурового климата Юколы остались многочисленным народом и не попали в поле зрения ученых из советского правительства. Единственное, что смог я отыскать о них перед отправлением это несколько рисунков, фотографий и краткие записки, которые были сделаны сто лет назад русской первооткрывательнице Марии Бодриновой. Это ей мы обязаны тем, что вообще хоть что-то знаем о быте и культуре Юколов. То есть такие еще статуэтки мамонтов. Еще есть какая-то русская первооткрывательница тоже о такой не слышала если честно. История Юколов прослеживается вплоть до последнего ледникового периода. Любопытно, что следы пребывания Юколов были найдены в Западной Европе, а точнее в самом сердце французских Альб. Подумать только, тысячи лет пещеры в окрестностях крохотного городка Владилена хранили свои секреты, за это время Юколы проделали долгий путь, осев наконец на крайнем севере. То есть он знает еще и про пещеры, которые находятся около Владилены. Неудивительно, что они с Гансом нашли общий язык. Священный Харфанг эту птицу часто связывают с шаманом Юколов. Похоже, ее считают то его другом, то полномочным представителем, то вообще воплощением. Кстати, не та ли эта самая сова, хотя очень похожа. Полярная совата. Шаман Юколов, господи. Лемминги обитают на открытых равнинах Сибири, питаются они зерном и мелкими плодами, которые прячут норов, чтобы иметь запасы на долгие зимние месяцы. Лемминги роют длинные туннели во льду, спасая тем самым от хищников. Сильнее всего они боятся Харфангов, которые похоже считают леммингов чем-то вроде деликатеса. Лемминги, кстати, да, я помню, будем встречать таких существ. А вот Юки у нас несколько раз за время путешествия натыкался на следы пребывания Юколов далеко на западе от известных нам ныне территорий. Вдоль лесных троп я находил невысокие горки, сложенные из небольших камней. Это были алтари, на которых Юколы приносили жертвы одному из своих богов. Очень классно, журнал сделан? Если бы было коллекционное здание Сибири, я бы знал, как оно бы выглядело. Теперь мы знаем причину миграции эколов, и внутренняя экономика была непрерывно связана с мамонтами. Мамонтов использовали и как издовых, и вьючных животных, и как источник мяса, кожи, жира, а также мамонтовой кости. Вне всякого сомнения мы имеем дело с поразительным случаем симбиоза людей и животных. Из-за смены климатических условий мамонты были вынуждены мигрировать на север, и уколы следовали за ними. Некоторые доисторические наскальные рисунки, приписываемые и уколам, позволили ученым предположить, что этому племени каким-то невероятным образом удалось одомашнить мамонтов. Насколько известно, на данный момент только и уколы изображались на мамонтах верхом. Ну вот они делали вот эти вот статуэтки. Жизнь уколов была тесно связана с этими толстокожими животными, и шкур мамонтов делали одежду. Ими же покрывали крыши и стены домов. Каркасы домов, оружие, инструменты, украшения делали из бивни. Любопытный факт, мамонты исчезли 12 тысяч лет назад, но это не сильно повлияло на уклад жизни уколов. Казалось, им удалось сохранить прочные нити, веками связывающие их и мамонтов. Как бы невероятно это не звучало, но иколы по сей день питаются мясом мамонтов, носят одежду из кожи животных, из нее же делают крыши домов, а также известные искусные подделки из мамонтовой кости. Мы слышали историю про ковчег, который раз сколько-то лет приезжает к уколам, привозит им какого-то живого мамонта, они его съедают. Раньше они хотя бы какой-то симбиоз у них был, все равно поедали мамонтов, конечно делали из их костей инструменты, шкуры дома, но все равно у них был какой-то симбиоз определенный. Похожие уколы сохранили с давних времен обычаи использовавшиеся в хозяйстве, замороженные туши мамонтов, прекрасно сохранившиеся в сибирской вечной мерзлоте, но они видимо и замораживались, запасались мясом. Утверждается, что они жили за счет громадных складовых более 30 столетий. Для этого они выдолбили многочисленные пещеры в мерзлом грунте. По словам отважной исследовательницы Марии Бодриновой, цивилизацию Колов что теперь фактически живет под землей. Понятно. Тут немножко, друзья, сложный текст, как всегда в этих журналах. Такой шрифт понятно. Значит, теперь они преимущественно стали жить под землей. На поверхности, конечно, жить-то тоже в Сибири неуютно, морозы все-таки и лед. Специалисты кафедры палеонтологии Баракштадтского университета никогда особо не доверяли легендам и мифам Юколов. Однако легенда о ледяном ковчеге Сибири довольно типична для подобного фольклора. Долгое время эту легенду рассматривали только как выдумку, среди тем, которые рассказывают шаманы, дабы развеять тоску долгих зимних месяцев. Легенды гласят, что где-то на затерянном острове к северу от Трундры все еще обитают мамонты, реликты давно ушедшей эпохи ледникового периода. Крошечная популяция на протяжении 12 веков находящаяся под защитой Юколов. Остров, где обитают эти толстокожие животные, называется Сибирией. Ниже я привожу миф о Сибири из мемуаров Марии Бодриновой. Эта легенда во всех подробностях совпадает с тем, что рассказывали мне Юколы, которые мне посчастливилось встречить. Впрочем, ее вряд ли можно считать доказательством того, что Сибири на самом деле существует. Это всего лишь гипотеза, будоражащее воображение. Голубая трава, реликтовое растение, алая ежевика. С наступлением весны аромат ее цветов становится настолько сильным, что способен пробудить Юки от зимней спячки. Значит, Юки еще в зимнюю спячку впадают, да как же они на них ездят тогда? Это ж невозможно. Алая ежевика. Юколы смешивают ее сок с моржовым жиром или салом и часто используют в медицине. Дым, возникающий при горении этой смеси, обладает массой оздоровительных свойств. Шаманы рассказывают, что растение произрастало только на могилах тех, кто покоится в мире. Ага, видите, друзья, то есть, готовит некоторые лекарства, но только она растет на могилах, эта трава. Легенда Сибири. В конце последнего ледникового периода произошло очень серьезные климатические изменения. Огромные территории оказались затопленными. Это внезапное изменение окружающей среды подвергло опасности само существование многих животных, в том числе и мамонтов, которые в те времена обитали на севере Сибири. Юколы чрезвычайно развитые. По тем временам народ начал сооружать огромный ковчег, подобный тому, что строил Ной. Они хотели сохранить мамонтов, которым поклонялись от вымирания. Огромное судно целиком было сделано из бивни мамонтов, на него погрузили небольшое стадо животных и огромное количество шкур. Ответственность за судьбу судна была возложена на нескольких самых отважных людей из клана Юколов. Их целью было отыскать для мамонтов земли с более подходящим климатом. Договорились, что как только они отыщут подходящее место, они выгрузят животных и как можно быстрее вернуться обратно, чтобы всем поведать об успехе. Ковчег вернулся лишь 10 лет спустя. Юколы из тех, кто еще не покинул те места, с удивлением обнаружили, что судно пусто, а на дне ковчега лежали несколько замороженных туш мамонтов. Юколы приняли это таинственный дар как знак богов и устроили ритуальный пир. А может быть им и не удалось найти землю, кто знает, они их съели последних мамонтов. Неделю спустя уносимый океанским течением ковчег снова отправился в плавание и через 10 лет возвратился и на борту опять оказались замороженные мамонты. Это необыкновенное явление продолжалось на протяжении тысячи лет. Каждые 10 лет ковчег возвращался, а туши были безукоризненной сохранности. Мы, кстати, читали уже эту легенду. Иколы сочли возвращение ковчега проявлением доброжелательности со стороны душ тех, кто умер во время первого путешествия ковчега, попав в ужасный морской шторм. Ковчегу стали поклоняться. Обряды, ритуалы были основаны на появлении судна со своим драгоценным грузом. Веками казалось почти ничто не могло помешать ковчегу таинственным образом появляться и исчезать. Однако наступил день, когда ковчег вернулся раньше положенного срока и был пуст. Случилось это сто лет тому назад. Несчастные колы впали в отчаяние. Все, во что они верили, над чем зиждилась их культура испокон веков, утратила смысл. Самым храбрым удалось сохранить надежду, тем более, что ковчег продолжал свои таинственные рейды, неведомые вместе сезонным что? Рейды в неведомые вместе сезонным океаническими приливами. Но однажды утром ковчег оказался негодным для плавания. Многие колы покинули деревню навсегда и в отчаянии начали блуждать по тудре. Иногда на них можно наткнуться в прокуренных захолустных пивнушках на окраине цивилизованного мира. Несчастные опустившиеся люди разрушают свой мозг алкоголем и рассказывают невероятные истории о мамонтов такими же какими они пьянчугами. Ну мы помним когда мы были на лекции что вот там юколы сидят и пьют водку. Якобы Советский Союз разрушал культуру. При бывании среди юколов Бодринова обнаружила нечто напоминающее корабль. Юколы считают что под толщей льда накапливающейся веками находится судно. Из их легенд Бодринова выдвинула гипотезу что с течением времени лед удвоил объем ковчега и тот потерял возможность лаврировать. Между дрейфующими полярными льдами. Я Алексей Туканов подтверждаю подлинность сведений полученных этой отважной исследовательницей. Ковчег который путешествует к острову Сибири существует на самом деле и даже если я пока не нашел доказательств я уверен что остров есть а мамонты до сих пор живут там. Алексей Туканов значит все-таки Сибири существует и даже до нее можно добраться на специальном ковчеге. Я думаю то что эта новость обрадует Ганса но еще что более его обрадует это то что мы нашли наконец-таки средства как ему можно помочь. А с этим средством мы будем разбираться друзья уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо кто смотрел с вами был Теслер. Увидимся.